В конце января вся страна вспоминает подвиг жителей блокадного Ленинграда. Им пришлось пережить почти 900 дней холода, голода и бомбежек. Но оккупированный город так и не был захвачен немцами. О тех страшных днях сотрудники Центра «Спектра» рассказали студентам колледжей и воспитанникам социально-реабилитационного центра «Наш дом» в ходе круглого стола «Бессмертный город». Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года и унесла более 2 миллионов человеческих жизней. Для Гитлера Ленинград был важной стратегической высотой. Здесь находился Балтийский флот и дорога на Мурманский Архангельск, откуда во время войны приходила помощь от союзников. Подвиг жителей, защитников города всегда был и остается примером мужества. Колобанов Зинурий Григорьевич, командир танковой роты, на ближних подступах к Ленинграду вел свой бой. Бой, не имеющий аналогов военной истории мира до сих пор. Его ротой, собственно, уничтожено было 43 танка. А его экипаж уничтожил, да, только его один танк уничтожил, 22 немецких танка. Подвиг, о котором мы сейчас говорим, он совершил в возрасте 29 лет. 73 года прошло с момента снятия блокады Ленинграда, но память о тех страшных днях до сих пор жива. Как отмечают сотрудники «Спектра», такие памятные встречи со школьниками и студентами района будут проходить на протяжении всего года. Вот в данном случае мероприятие «Блокадный Ленинград», «Бессмертный город» о блокадном Ленинграде расскажет молодым людям ту правду, которую мы узнаем из достоверных источников, со слов очевидцев, из хроники, из мемуаров жителей блокадного Ленинграда, описывающих реально происходящее в то время событие. Также подростки смогут узнать о войне из уст самих очевидцев. Ежегодно «Спектр» проводит акцию «Свет в окне», в ходе которой ребята встречаются с ветеранами и участниками боевых действий 1941-1945 годов.